друзья всем привет я рад вас приветствовать снова на своем канале меня сегодня нововведение наконец-то дождался знаете что это пойдем посмотрим нужно запомнить вот эту вот картину такую у нас прекрасную вот такая штука и что это у нас тут это у нас тут озонатор вот сама зонатор перестал работать я открыл дверь на проветривание вот состоит он из войска самого начала пойдем таймер таймер выставляю полчаса работает час отдыхает он идет на клеммы сюда подключены компрессор я купил второй компрессор ну на всякий случай вдруг это выйдет из строя ну и заодно он будет это компрессор потом вот здесь вот это вот это питание вот так питание о озонатора вот эти провода нижние это питание от вентилятора когда таймер включается зарабатывает сразу насос вентилятор и озонатор здесь озонатор сам стоит там белая не не видно берега загораживает там беру белый блок управления стоит озонатор как закрепил просто сделал дырки термокливым пистолетом ну а делал трубку от компрессора и термокливым пистолетом сделал с одной стороны и вот здесь с другой стороны подвязал на веревочке сделал у нас саморезики вернул сверху снизу все подвязал компактно стоит я еще хочу так подвесить компрессор чтобы он так висел чтобы не вибрировал на а пол а пол чтобы не вибрировал и это тоже тоже подниму вот этот новый пилот поставил соединил проводов поменьше стало перебрал схему в распайочную коробку все переделал вот так что вот такие дела это может поймать вот так закрепить по сути надо привести порядок осталось последнее действие мне это сделать вот отсюда гусак пошел он так вот поднимался до уровня воды и вот сливался вот сюда и шел по моему биопат я огурчики растут один дохлый один хорошими 1 верес остался один остался такой полу живой болтаются этот под вопросом тот вроде живой что такие вот дела мне так когда включается зонатор вот компрессор дует вниз проходит через него выходит по трубке и туда там стоит два не четыре камня и две трубки они два выхода просто шлангом дугой заглушены вот такие вот дела поставил деревяшки на дырки теперь не слышно как она плюхает туда вода и здесь сверху колготки тоже накинул положим а две пары я вечером когда меняю вот мою чистый сюда кладу и чистый туда закинул это ставлен на фильтрации через сутки меняю и заодно не так слышно как падает вода а чтобы не хлюкала тогда для этого и буду делать гусак сюда с переходом вот так что вот такой озонатор по стоимости до вентилятор 800 рублей этот труба 125 300 рублей озонатор две с половиной тысячи компрессор 2200 провода эти все как бы были ваги были этот таймер тоже был ну короче в районе там 6000 все удовольствие стоит ну и и очумелые ручки ну как бы сказать состояние лучше малек плавает состояние воды лучше потому что она была сейчас в таком состоянии покажу в каком состоянии было буквально сегодня утром вот видите такой слой и как будто это как будто масло сейчас вот в этой части нету да и травы меньше стал вот этой зеленые пошли здесь прямо горы они наросли какие-то вот поэтому будем смотреть через нововведение короче убрал я оттуда землянику и стаканчиков вот сюда поставил я думаю что ее просто на улицу посажу примется не примется от этого будем исходить чем салат растет скоро пересаживать его надо вот помидоры заросли уже один сорт помидор другой сорт помидор то есть это высокие помидоры это низкий помидор ну там до 50 сантиметров это лет до 80 до метра но это тоже клубника у меня очень хорошо идет она корни уже дает во все все корешки вон воду стаканчика каждый день меня короче усы и усы и усы и усы и усы и везде усы то есть клубника себя чувствует прекрасно зелененькая такая темные зеленые листья чё еще нового купил вот такой форм я вот таким кормлю купил вот такой вот на на авито подавали 4 килограмма за 1250 рублей вот купил два мешка таких потому что мы уже на донышке рыбка хорошо кушает вот этого мне хватит уже на этот год точно то есть 4 килограмма и плюс те 4 8 килограмм что еще но новая это вот сетка до 80 микрон вот 80 микрон сетка и как бы моя система сейчас колготки тут надуваются они лежат на этой пленке на сетке точнее 80 микрон то есть фильтрует всю грязь колготки и уже это пленка сетка до очищает вот 80 микрон то есть максимально удаляю взвесь из воды вот тут пена как всегда это бурлит сейчас еще будет намного круче все насыщаться кислородом потому что этот компрессор постоянно подает воздух сюда в бак где биозагрузка до биофильтр но теперь он будет еще воздух это насыщаться озоном и чистым кислородом который воздухе летает из-за озонатора то есть когда озонатор будет булькой да вот все это перемешивает озон выделяется воздух соответственно этот компрессор будет уже загонять этот воздух насыщенный кислородом озоном бак соответственно там будет быстрее аэробные процессы приходить с участием кислорода быстрее лучше очищаться ну и плюс вот это вот насыщенная вода кислородом озоном она будет также по шлангу поступать сюда очищаться и насыщать биозагрузку с народом и убивать озон кто хочет поизучайте убивает очень-очень сильно всю патогенную флору вот всю зелень зелень убивает на 1 до по учитывая исследования на которые происходит кстати не пробуйте вдыхать его напрямую то есть включили и вдохнуть я попробовал траванулся так что кашлял минут 20 вот обожгло мне легкие там внутри хорошенько поэтому не делайте глупости не совершайте такие глупые эксперименты вот что еще что еще по по томатам недавно понял почему у меня нету томатов потому что была жара и после 32-35 градусов пыльца у них становится стерильной и соответственно ни хрена ничего не завязывается они сами себя не опыляют цветы то есть везде да то вот это мало но перец то же самое да это от жары не хочет завязываться огурец лучше всего здесь чувствует я думаю что у меня только огурцы будут расти огурцы и клубника а вот здесь поставлю 1 2 еще три куба у таких вот будет они соединены между собой будет мощный этот насос стоять и будет маленькая рыбка большая еще больше а здесь будет огромная дичь плавать такие вот дела кормушка 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 работает отлично мне она очень нравится загрузил один раз утречку и все они дергают еда падает начинает есть все время вот так 1 2 это до 10 плавает и заодно и малек подплывает все начинает хомячить это поэтому и растет малек хорошо потому что у меня малек очень хорошо подрос прямо мне он больше нравится чем большая рыба вот поэтому сейчас я жду как только озонатор справится с этой всей зеленухой я выставляю сразу объявление там вот здесь тоже как бы в описании напишу за сколько буду отдавать рыбу да и буду базироваться только на мальке буду стараться делать селекцию как я и говорил да вот раз два три надо есть я буду закупать очень много малька там тысячами до такого сантиметра полтора и вот селекция делать подрос в этот подрос в этот ну и самые огромные лоси будут сюда переходить и соответственно либо как-то оставаться вот либо же ну продаваться если они не не продадутся да будут стадо маточная так что планы большие грандиозные очень большие надежды на озонатор озонатор на 10 грамм в час он у меня работает по принципу полчаса работает час отдыхает то есть за сутки он получается около 8 часов 80 грамм он должен бахнуть озона ну разделим 80 грамм на половину потому что даже не наполовину даже если по одному грамму это уже 8 грамм за сутки он бахнет я думаю что это будет очень достаточно для прудика для рыбы рыба станет более активная позже кислорода много будет воде и вообще очень полезная штука этот озонатор главное не переборщить потому что если переборщить можно и рыбу сгубить вот на этом я буду закругляться обязательно ставьте палец вверх подписывайтесь на канал кто не подписался впереди много интересных видео будет про совершенствование про лайфхаки всякие да про самоделки поделитесь этим видео с друзьями ну если остались вопросы напишите в комментариях обязательно отвечу либо засниму видео ладно всем пока удачи и здоровья